привет мой друг здравствуйте дорогие друзья и единомышленники по независимым от меня причинам видео записи бывало этот корейско-китайский индийский телефон живет своей жизнью он меня попросил обновиться сам неподходящий момент придется немножко начать сначала наш книга почти 60 лет недавности 57 лет и юный радиолюбитель выпуск 607 в электронной виде скорее всего ее нет тут азы электроники просто интересно пристать как всего и все это начиналось давайте приставим картинки значит мы на окончили на радиолампах давайте с них начнем чтобы было более понятно надеюсь запись не прервется как первой серии так мы тут устройство как работает диод виде лампы триод все физические процессы там описано наглетродные лампы пин тот лучевой триоды который кто хлопает питание так видите накал большинство сетевых ламп рассчитан на напряжение 6 и 3 вольт притоки 0.15 2 ампера сетевые лампы начинают действовать не мгновенно после включения только через 15-20 секунд после того как прогреется катод меня это пускодовый ума удивил почему ламповый электрофон что там есть молодежный не хочет сразу это работать а надо че лампы то погреть оказывается вот уже настали умина уже никто и не помнит это к слову так маркировка циклевка на радиолампу это к слову так Спасибо. Спасибо. Так я, сначала кому интересно. Панельки. что у нас вот так обозначается буквы сейчас тоже по киевски никому не нужен так узнавательных целях так умирая страшных кофе гнезд идет отбородки направляющие ключа по движению часовой стрелки при этом на цок и лампу или ламповую панельку надо смотреть снизу о как я предполагал снизу значит так со стороны выводов я так понимаю это более распространенная пальчиковая лампа так нумерация штыков лампы и гнезд панелек идет большой участка между ними на проливе часовой стрелки имеется ввиду что это надо ее делать но смотрят внизу все ясно так полупроводники и ее свойства их свойства полупроводниковые диоды селену вы поймете вот как это выглядела штука и вот транзисторы так гальванический элемент батареи сухой элемент элемент 373 большая батарейка так называемая да угольные мстерры графит прыжкообразный цинковая коробка вот это так выглядело залиты смолкой для выхода газов сейчас таких батареек не делают я имею ввиду чтобы стакан из цинка был ну чё эти батарейки в принципе дожили до 90-х годов я думаю так или нет я вру ну да до 88 точно были с цинкового стаканчика вот тоже самое как набор квадратная батарейка 4.5 вольта довольно таки сейчас она я имею ввиду сам формат такой батарейки сделана она конечно по новой технологии я имею ввиду вот СССР квадратная батарейка уже довольно таки дефицитно потому что в выпахных припорах она не используется а советские карманные фонарки уже и игрушки уже практически жили себя так такие вот смешанные соединения последовательные параллельные малогабаритные аккумуляторы ну сейчас они такие у нас не используются скорее всего советские так самодельный элемент так чего еще и самодельные батарейки делать я говорю книжка хоть она 66 года но перепечатана откуда-то она еще и более старинного самодельный медный цинковый элемент специально от электросети трансформаторы это как делать самодельный трансформатор так уже тут запрямитель это нас скорее всего не заинтересует так зарядное устройство многогабаритных аккумуляторов тоже так как уже нет таких аккумуляторов так беседа 10 громкоговорители и звукосниматели только 205 страницы а сколько всего-то 500 с лишним это еще только половина мы скорее всего прервемся до сих пор так громкоговорители книжка толстая динамик так называемый звукосниматели как называемая иголка пьезоэлемент тут кстати изображено как вариант их такой такой и судя по картинке чуть ли не самодельный так усилитель низкой частоты то усилителя только санкарные усилители него элементы и то и 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 Какой-то транзисторный, радиограммофон, опа, интересная штука, граммофон, за который крутите ручку, помните? А, ну это, знаете, как называется, сразу не это, как его зовут, не врубился, это же этот электрофон, е-мое, только без электрической части вращения мотора, классический, так сказать. Так, 6G, 6G8, 6P, 6S, что у нас делает, вот это, 6C5S, что-то знакомое, где-то в лампах в телевизорах, какая-то штука. Давайте поподробнее, если вам, конечно, интересно. А, так это, наверное, скорее всего, опрометель, не вижу диодного моста, но тут и не нужен. В общем, двух питания, в двух словах. О! 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 Интересная схема включения, тут большое описание. От готового конструкции интересненько, радиогомофон. Нет, это на электродвигателе, извиняюсь, о чем тут не покажем, отдельно, туда, вот тут написано. Так, замина, ламп. Я говорю, вот, 6p, 6s, можно иметь на 6p, 14p. Что оно и стоит. То, что сопротивление измените. Окулятор триамбра. Так, это вот транзистор, ну и все видите. Этот ущелитель к приемнику, все точно отдактировали. Но это нам не надо. В общем, короче, немного диковато. Смотреть на эти схемы больше, чем через полвека. Ну вот, а когда-то это начиналось так. Так, батарейный приемник. Таких ламп уже не найти, 1,6, 1p. Если они даже и найти, они, скорее всего, уже чуть-чуть нерабочие. Положить на обратную связь. Так, приборы, первая необходимость. Простые пробники, только не пугайтесь. Тогда они выглядели так. Вольтметр постоянного тока. Пилометр его применения. Все самодельное. Кстати, мы все говорим вольтметр, а тогда называется вольтометр. Это информация для размышления. О, универсальный измерительный прибор «Школьник». Такая штука у нас продается. Уже, по-моему, от продавал их. 500 рублей. Я все размышлял, нужна она мне не нужна. Тут, видите, еще батарейки. Внутри кокс батареек нет. Надо внешнее питание. Так, прикольная штука. Так, ламповые приемники прямого усиления. Вот были времена. Приемник радиоточка. Когда-то это выглядело вот так. Так. Опять низковольтовая батарейная питания. Каких ламп не найдешь. 2P, 2P и 1B2P. Ну, таких вот еще сидит и может быть. Трех ламп в батарейный приемник. Ну, я говорю, ламп таких батареек не найдем. 1К2П, 1К2П, 6К2, 2П. Эта штука питался батареек. Только батарейки еще чемодан такой надо было забрать. Так. Так, трехламповый сетевой приемник. Более все понятно. Так. Тут пытание. транзисторы на радиоприёмнике. Ну тоже эту штуку собирать не будет, проверка транзисторов. Самые простые приёмники, настольный приёмник, судя по отметке ручкой, тут кто-то что-то когда-то его делал. А кстати вот ручка лежит для этого, какой габарит до масштаба. Походный приёмник, ну когда ты это выгонил вот так, даже не будем останавливаться, время поджимает. Так, говорит, школьный радиоузел. Давайте посмотрим. Ещё только 24 минуты пробега, так, простой радиоузел. Ну тоже самый ламповый шелок, вот мы смотрели, и вот просто добавлю микрофон, переключаться между микрофоном и звукоснимателем. Ещё и дроссель добавлю. Ё-моё, это не индикатор питания всё-таки. Кто мне скажет, что за лампу 5C4S? Что она тут делается? Вендикатор питания-то тут лампочка 6.3. Так, вот это когда-то выглядело вот так. Вот радиоузел. Так, мы те с каким схему всё-таки найдём? Схематическое значение производительных ламп. Опять ламповые приёмники. Вот тогда приёмник был одно из развлечений. Вот, кстати, тут вот профилит чего-то. Не знаю, понадобится ли вам нет, но, скорее всего, нет. Познавательных целей. Путь эфир. Радиостанция. Давайте посмотрим. Такую штуку точно никто не будет делать сейчас в общих чертах. Так, высокочастотные дроссели. Блок питания. Так, вот опять блок питания на этой лампе. И опять ничего не указано по эту штуку. Так, антенна радиостанции. Умаживание радиостанции. Так, высокочастотный пробник. Смотрите, какая штука. Деревянная ручка. Петля из проволоки, лампочка. О! Это неоновая лампочка. ММ3. Так, и ток медного прогулки. Толщина 1-2 мм. Замкнутый на лампочку накаливания. Рассчитано... Нет. Рассчитано на уровень 2,5 В. И ток 0,75 А. В общем, обычная лампочка на коробку замкнута. Это я так понимаю. Значит, здесь у меня один конец, а второй другой. И нить накала – это продолжение, так сказать, этого кольца из меди. О, какой пробник! Накальтник, лампочка, пробник. И ток катушки. Постраив контур, наиболее ярко свечил лампочки. Вот это чудо! Хе-хе-хе. Вот такие были пробники. 60 лет назад почти. Копия передачи должен быть форма аппарата на журнал, аппарат на журнал. У меня такой есть, чисто незаполненный. А это вот шкала разбираемости того контакта. Я думаю, более поздние времена было другое. Так, ну ладно, на этом закончим. Страница 406. Фотоэлементы, автоматики, телемеханика. Может, что-нибудь интересное будет? Какие-нибудь поделки. Электронный переключатель елочных играм. Даже страшно подумать, а что нет, классическая схема. Ну ладно. Извините, что так было долго и нудно. Так сказать, практических познаний мы, так сказать, не добились. Но было интересно. Пробник меня сразил наповал, если честно. До новых встреч. Продолжение следует.